Большая машина, бедно вкруговую, там бордюры выдавило все, с той стороны. Здесь все вот повыдавливало. Целую неделю они чистили. Но это их на работу, конечно, надо ездить, но не так уж. Дом 172 на улице Свердлова стоит буквально на грани в нескольких метрах от спуска к пойме реки Быгель. Собственники жилья в этой многоквартирке также на грани. А ведь хотят-то они всего ничего – комфортную придомовую территорию. Сточные воды, дождевые, что проходили сюда у нас, а не здесь. И не смывало землю. Засыпали глиной. А что толку? Все равно все смывает туда. Вот уже дожди сильные пойдут, и с той стороны подходит вода. Асфальт-то просел весь, нырнул. А большие машины ходят водоканальные, чистили колодцы, проезжали. Бордюры все повыдавливали, повыламывали. Кроме того, жителей 172-го дома не устраивает и бардак, который остался после устранения аварии на трубопроводе. Промоину не заделали, не заделали. Ямина. Машина одна залетела, пала там, вытаскивали, оторвала кузов. А толку-то? Весь щебень лежит на краю, на дорогах. Никому это не надо. Мы связались с Березняковской водоснабжающей компанией. Именно она проводила аварийные работы перед этим домом. Да и тяжелая техника ездила также от БВК. Березняковская водоснабжающая компания планирует благоустройство данной территории в срок до 1 июня 2024 года. Будет полностью восстановлен асфальт и газонное покрытие. В Березняках и Пригороде предстоит восстановить более 75 мест раскопов, где проводился ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Выполняется планировка территории мест раскопа, подсыпка грунта, просевшего после оттайки, восстановление щебеночного основания дорог. БВК держит ситуацию на контроле и приносит извинения жителям, которые столкнулись с грязью и бездорожьем. Что касается разрушенных бордюров, то пресс-служба компании уже передала информацию ответственным за благоустройство специалистам. В любом случае, после завершения реконструкции асфальтового покрытия специальная комиссия проведет приемку выполненных работ. Валерия Агалакова, Ольга Распономарева, Кирилл Яранцев. Наши новости.